здравствуйте сегодня 18 марта 2022 года 20 часов 16 минут вчера утром ну где-то в полдесятого утра я зашел в сарай для того чтобы посмотреть как там коты себя чувствуют и как у них там домик с электроподогревом потому что они там по нему бегают прыгают и они его потихоньку разрушают это домик такой который сделан из большого такого советского комода я боковую стенку в ней прорезал отверстие и на дно и на боковые стенки длинные на заднюю стенку поставил листы экструдированного пенопласта пенополистирола точнее сказать и толщиной 2 сантиметра и затем разместил такие плоские пленочные обогреватели ну вот как на теплый пол кладут и обшил снаружи тонким оцинкованным железом для того чтобы коты этот пенополистирол не царапали не повреждали эти обогреватели и чтобы их там током не ударила и обнаружил такую картину что рядом с этим домиком у меня там еще подвешен такой металлический алюминиевый рефлектор внутри которого находится керамический нагревательный элемент на 250 ватт такие нагревательные элементы используются такие обогреватели инфракрасные используются для того чтобы вот цыплят маленьких или утят или гусят но чаще всего для цыплят и для утят особенно для инкубаторных у которых нет мамаши и они как бы сами растут чтобы их можно было дополнительно подогревать и чтобы они там в тепле находились и потихоньку росли там кушали и без своей мамаши чтобы они могли подрастать и обнаружил под этим обогревателем своего рыжего кота пушистого он полностью весь рыжий такой с длинной шерстью пушистый его дома не было два дня я думал что он там пошел по соседским кошкам гулять потому что сейчас такое время что коты гуляют и довольно далеко могут уходить оказывается значит он рядом где-то был соседних дворах вот и у этого кота я обнаружил когда его взял вижу что он как-то так странно себе ведет лежит на боку меня он увидел и у него на носу запекшаяся кровь вокруг ноздрей на самом носу и на шерсти вот и как-то странно он дышит с таким подхрипыванием вот я его аккуратно взял на руки и смотрю что у него задние лапы их парализованы отняли задние лапы вот и увидел что по бокам у этого кота с правой стороны . такая запекшаяся но . диаметром сантиметров полтора два кровь выступила оказывается это пуля вошла в кота значит под позвоночником но перед передними лапами то есть хорошо что там не в кость попала потому что и переднюю лапу могло бы перебить а перед передней лапой и вероятнее всего что это пуля она повредила ему позвоночник и вот за счет этого получилось так что задняя часть тела в него парализованная а пуля это напролет на вылет вышла с левой стороны но уже пониже то есть вероятнее всего что тут когда я ходил в магазин в центр села чтобы купить хлеб пока я там в очереди стоял пока там приехала машина из райцентра бывшего городня это черневский район черниговской области вероятнее всего что тут по улице проезжали эти расшисты на бронетранспортере или еще на каком-то там транспортном средстве и так ради смеха молодняк этот соплячу это этих садистов которых понабирали по всех российских ебенях и запустили на территорию украины для того чтобы они стреляли во все живое во все что движется вот ехала но там сверху на бтре автомат в руках видишь что рыжий кот там идет хвост задрал вверх хвост трубой он там себе аккуратненько по листикам прошлогодним идет и не обращает никакого внимания на них а идет там свои дорогой но во дворе там заброшенным тут есть несколько соседних дворов в которых в карту в которых еще и хаты частично сохранились такие деревянные старые дома вот и стрельнули шмальнули автоматной очередью но попала только одна пуля слава богу что только одна потому что если несколько то кота бы убили возможно что у кота там и кость какая-то перебита вот но меня поразило то что вот его два дня не было вот и я ночью записывал по поздно вечером почти ночью записывал аудио сообщения вот в моих предыдущих сообщениях можно будет даже этот звук услышать такое ощущение было бы я так подумал что это кот или кошка съел мышку переварить не может и бывает так что коты отрыгивают свою эту пищу но это довольно часто случается то есть едят мышь вот она там не особенно хочет перевариваться и кот ее отрывает и в общем не пошли не пошел корм я думал что какой-то там из моих котов или кошек у них всего 16 штук значит сидит а в трофе в траве и у него там такой процесс отрыгивания пищи там или мышку отрыгивал там или еду которую он там съел ну как картошку готовлю мундирках варил очищаю мелко режу так мелко режу как знаете как картошку когда жрет на сковородке такими совсем маленькими кусочками тоненькими добавляю растительное масло нерафинированное оно такое запахом ароматным соль добавляю чуть-чуть воды чтобы оно такое влажноватое было соль каменную там меньше чем для себя чтобы оно такое слегка подсоленное было все это хорошо перемешиваю и даю котам они едят вот и получилось так что я этот звук слышал но я подумал что это какой-то кот там вот эту мышку изрыгивает из себя ну и продолжил аудиозапись и так особого внимания не обратил потому что так такое довольно часто бывает вот а потом когда я этого рыжака кота своего обнаружил он там на подушке на старой под этим обогревателем лежал на боку и задние лапы у него не шевелились и его в дом забрал я понял что это звук оказывается этот рыжик там лежал в траве он там хрипел вот а мне показалось что он как будто бы там какой-то кот мышку отрыгивает вот оказывается там там хрипел и у него там либо трахея повреждена или там легкая зацепила это пуля и в результате вот это вот кровь которая на носу него выступила это из-за того что ну отхаркивал кровь которая там него из легких или из трахеи выходила наружу и кровь затекала ему там внутрь в легкие поэтому он так хрипел так что видите каких животных по нагоняли этих орков паскудных с этого лаптистана с этой российской федерации нагнали на территорию украины и так ради смеха ради развлечения вот это вот этих колхозников даже не колхозников а эту шантропу деревенскую не сельскую даже деревенскую чем отличается деревня от села в деревне церкви нет а в селе церковь есть так вот эти вот безбожники вот это шантропа вот это вот голодьба шпана всякая гопота которых пособирали по российским этим деревням бессерковным посадили их на танки дали оружие в руки и направили на территорию украины уничтожать все живое все что движется вот под видом того что якобы они ведут точечную военную операцию против украфашистов и укра нацистов так вот оказалось так что мой рыжий кот рыжик которому уже пятый год пошел он оказывается украфашист и укра нацист вот представляете до чего пропаганда российская через телевидение через радио через газеты через российские интернет сайты и различные вот эти вот мессенджеры социальные сети и так далее что с этим населением делают вбивает в голову такие безумные мысли но пропагандой сама настоящей занимается а находится большое количество дураков которые слепо верят в эту всю геббельсовскую абсолютно неправдимую лживую клеветническую дезинформацию так что вот мой кот оказывается украфашист и укра нацист рыжий кот который никому никогда ничего плохого не сделал не сказал там и и косо ни на кого не посмотрел и такой ручной домашний котик я его когда он маленький был спасал от того что он но у котят бывает такие заболевания типа как у собак чумка так вот у котов есть другая разновидность этого заболевания вот я его там с трудом выходил лечил его антибиотиком таблетками амоксил это такой антибиотик кусочек маленькой таблетки утром и вечером не буду давал я его смог выходить и практически вот если бы этим не занимался то он пропал бы вот а как я обнаружил что он заболел значит вечером у меня тут несколько дворов я три дома купил селья вот и с одного двора шел в другой двор но не через улица между дворами этот свободные проходы сделал чтобы не через улицу не ходить то есть заборы убрал между дворами вот и обнаружил что этот котик маленький зимой уже ночи снега не было но уже было холодно было морозно лежит под тракторным прицепом такой небольшой трактор мне если прицеп такой небольшой самодельный вот и пленку я сверху такую черную натянул для того чтобы он не мог и пленка практически до самой земли и вижу что он там лежит но такой полу живой лапами шевелить уже не мог не может и жалобно мяукает но естественно сразу его взял на руки там принес в дом отогрел его дал ему таблетки выходил его и во всяком случае кот после этого нормально себя чувствовал и такой живенький здоровый бегал в общем я его смог вылечить и благодаря тому что я заботился о нем он выжил и вот на тебе такое вот неприятное событие с этими русскими фашистами россия рашистами с этими но какого хрена ты стреляешь животное которое тебе ничего плохого не сделала вот вот нахера я спрашиваю нахера вот эти вещи делать нахера вы приперлись на территории украины и убиваете украинских граждан население украины причем начиная от грудных детей но даже вот одного от новорожденных детей то есть он еще даже грудь материнскую не пососал то есть он только в процессе родов там вылезает на свет божий сами знаете откуда и бомбят роддом и крыша в роддоме в палате там где роды акушеры принимают заваливается и этими бетонными плитами убивает и роженицу и ребенка там и медперсонал который роды принимают но это вообще безумие полное сколько других людей убито по территории украины из какие там вот эти вот руины по устраивали во многих городах и в больших и в малых и и и под черниговом там села разбомбили по уничтожали и чернигов там уничтожают жутчайшие бомбардировкой обстрелом и гаубицами и крупно полик крупнокалиберными пушками и стреляют из установок ракет на залпового огня но это град ну типа катюшину град там или смерч или ураган такие более мощные установки вот уничтожают все живое там гектар сразу или полтора или два гектара сразу накрывается одним залпом то есть стрельнула эта машина там сколько там 32 или 36 этих ракет вылетает а в 3 или в 4 ряда по высоте стоят вот эти вот ракеты заправленные значит в эту батарею и сзади за кабиной вот этой передвижной ракетной установки но ракетно-залпового огня находятся вот эти ракеты она шмальнула там по очереди друг за другом эти ракеты вылетают а там гектар полтора два гектара сразу накрывает и там обстрел идет города то есть долетает этот гектар вот этот вот накрывает это жилые дома высотная там малой малоэтажной застройки частный сектор там или школы или роддома там или церковь там все подряд куда долетела там взорвало разбомбила и людей поубивала и так далее или вот недавно случай был чернигове люди стоят в очереди возле магазина за хлебом вот и прилетел российский снаряд ну ракета туда долетела и убила много людей в этой очереди то есть она взорвалась эта ракета и осколками там от себя и осколками от того что там поднялся в воздух от удара там асфальт или что там земля была куда она там попала вот поубивала много людей там много покалеченных раненых и так далее но за что вот украинцам вот эти страдания вот эти мучения и вот этот геноцид украинского народа в этом в россии вообще ебнулись на голову вам не хер заняться у вас своих проблем нет на своей земле и у вас все мысли только о том как бы похоже сделать украине украинским гражданам в общем я поражаюсь этим расшистом я уже многократно своих и видео и в аудио сообщения говорил что расшизм это высшая степень фашизма еще более худшей степени фашизма еще человечество не придумано еще не додумались создать более такую жуткую более мерзкую более человека ненависть ненавистническую более паскудную более а гадкую страшную мерзкую садистскую и преступную чем вот этот расшизм даже в северной корее при том коммунистическом военном режиме который там существует и там все-таки отношения к людям более гуманное несмотря на то что они там абсолютно бесправные ну то есть свое население там так генеции геноцидится военными что не сказки сказать не пером описать а вот эти вот расшисты превзошли все что только возможно то есть адольф гитлер это младенец такой безобидные по сравнению с этим карликом по бункерной этой крысой этой шурой паскудной психопатом шизофреником и параноиком который на старости лет устроил такую победоносную войнушку и решил что за один день он захватит украину вот уже сколько дней с 24 февраля 2022 года с пяти часов утра но по некоторым сообщениям даже четырех часов утра в некоторых местах началось нападение со стороны россии и со стороны белоруссии на территорию украины этими расшистскими этими войсками вот украина сопротивляется и сейчас уже по тем данным которые есть на сегодняшний день на 18 марта украинские вооруженные силы и отряды самообороны идут наступление выбивают этих расистов а расисты по перехваченным этим разговором а как эти разговоры переворот и перехватывают они же своими телефонами мобильными звонят к себе туда на родину свои эти российские ебенятам в эти мухосранские кислодрищинские и запердолинские вот где они асфальта нет ни брусчатки нет никаких дорог они там ходят по по грязи по колено и никогда в жизни там дорог не было и не будет в этих населенных пунктах и сообщают что нас разбомбили нас побили там из части из 400 человек осталось там четыре человека или пять человек вот такие вот потери вот эти вот трупы убитых этих расистов валяются на дорогах ночью мороз и при морозе вот эти расисты примерзают чуть-чуть убитые а днем сейчас уже солнышко пригревает я сегодня когда ходил в магазин так утром холодно было а нашел назад так солнце так хорошо пригревала что хоть бери раздевайся и уже так в такой довольно легкой одежде можно ходить хотя ветерок такой еще прохладный дует но солнце уже хорошо пригревает вот и вот этих вот расистов днем которые чуть-чуть оттаивают объедает бездомные собаки уши съедают нас и съедают губы выедают с лица щеки съедают вот пальцы на руках объедают ну кишки там если развороченная значит одежда и живота там все повывались печень почки желудок там сердце легкие там до чего зубы дотянулись то собака это бездомная сжирает вы такой жизни хотели чтобы вас на территории соседнего государства бездомные собаки сожрали я просто не понимаю вот этих вот так называемых людей но это не люди это орки самая настоящая сброд который по россии понасобирали бросили сюда на территорию украины но те которые по умнее у которых ума хватает сохранить свое здоровье и жизнь они в плен сдаются и правильно делают во первых они и свое здоровье сохранят и свою жизнь сохранят а во вторых они не будут на свою совесть братья смерти тех людей в которых они вынуждены будет стрелять неважно там это военные или мирные граждане а есть такие отморозки такие паскуды такие мерзавцы и моральные уроды подонки и вообще не до человеки которые вот в этих котов стреляют ну вот моего кота рыжика стрельнули шмальнули там из пулемета то есть из автомата калашникова и хорошо что только одна пуля в него попала остальные там мимо пролетели и кота покалечили и парализовала его вот задними лапами вообще не шевелит и у кота хватило сил представляете значит он раненый там ночью на морозе лежал двое суток вот и я его не мог но я не думал что он тут лежит в соседнем дворе и совсем недалеко от меня если бы я это знал и себе его вела естественно что я пошел бы его забрал и он бы там ночью не мерз вот он мерз а потом собрался силами там через силу передними лапами там цепляясь когтями за траву за землю за асфальт полз к своему двору залез там есть несколько мест где он может не через забор перед перелезать как бы по земле пролезть но я специально такие проходы оставил потому что бывает так что собака гонится за котом по улице но тут бездомные собаки тоже в селе есть и чтоб кот быстро успел удрать я такие вот прохода оставил для того чтобы кот туда прошмыгнула собака туда уже пролезть не может вот и у кота хватило сил но самый настоящий герой очень мужественно с таким героизмом полз домой и дополз до сарая залез там тоже в двери сара я сделал одну доску там снизу подпилил вырезал такой проход что только коты могли пролез чтобы собака туда не залезла и вот он дополз до этой подушки старенькой такой но там хорошая подушка синтепоновая внутри набивка на вот она уже просто старенькая там испачкалась и я ее решил котом отдать потому что чтобы им там зимой тепло было чтобы они не земле лежали на теплой подушке а сверху их чтобы пригревал вот этот кварцевый обогреватель и с таким алюминиевым рефлектором и вот он дополз до этого до этой подушки под обогреватель залез и лежал там я его утром обнаружил вот но сейчас он уже второй день у меня тут в доме живет конечно он писает под себя потому что он не может контролировать этот процесс потому что задняя часть тела у него парализованная вероятнее всего что так он и останется будет ползать зим по земле тянут за собой лапы там на правый бок или на левый бок ходить он наверное не сможет вот я надеюсь что может быть восстановится у него это все но мне кажется что вряд ли вот и вот он передними лапами сильно так цепляется значит и и ко мне прижимался когда он меня увидел я его на руки взял так он так ласково ко мне прижимался потому что понимает и сколько раз я его там ну вот первый раз когда он в детстве маленький был я его спас от смерти и потом много раз были такие ситуации что он там другими котами дрался и его там лечил и лекарства давал и раны эти залечивал так что он понимает что я ему помощь окажу то есть видите животное код казалось бы там интеллект не такой как у человека тем не менее животное понимает что вот есть человек с таким-то голосом такого-то вида там значит как он выглядит и как он ходит и в какой надежде но одежду бывает так что путают вот но так по голосу сразу узнают бывает так что издалека идешь увидят значит что я иду бывает пугаются а когда заговорил там позвал все значит понимают что это свой это хозяин пришел сейчас будет кушать давать и бегут навстречу вот так что мой кот оказался рыжий кот пушистый рыжик оказался укра фашистами укра нацистам вот и его шмальнули этой пулей с автомата и прострелили на вылет вот и калека его сделали вот так что эта война это жуткая вещь и я поражаюсь вот этим оркам этим российским рашистанским этим лаптистанским которая и свою жизнь не ценят и подставляет себя под пули и погибают и приносят колоссальное зло вред тем людям которых они обстреливают которых они убивают причем есть такие населенные пункты на территории украины где ну людей просто ну вот как бы такая цель поставила убивать все что движется то есть неважно там ребенок мальчик девочка там любого возраста там или взрослые люди или старики там все что живое все что человекообразное человекоподобное там похожее на человека все убивать и не только людей а любых животных бежит там кот стрельнуть него бежит собака то же самое стрельнуть не чтобы они от этой пули погибли то есть это самые настоящие садисты это человекообразные существа которые человеком никогда не были и не станут хотя паспорт имеет на руках там с российским этим двуглавым ербом какое-то там учебное заведение какую-то школу закончили но это на самом деле самые настоящие садисты и они испытывают наслаждение и радость от того что они кому-то причинают боль страдания мучения в общем это не люди это это животное и к сожалению таких очень много есть и нормальные люди среди российских вот этих вояк которых сюда на украину по нагоняли которые обманом здесь оказались то есть им сказали в 4 часа утра значит рота подъем там оделись обулись там кто успел побежал посрал спасал там кто не успел неважно то все машину прыгнули там кто в танке кто в бтр и в общем по своим боевым местам и вперед на новое место дислокации ехали 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 а потом и говорят так вот до чернигова там 15 километров осталось какой чернигов мы должны быть под границей спрашивают эти вот рашистанцы вот эти вот рашисты а вот мы тут в чернигове война все значит у тебя автомат в руках вот давай сейчас тебя тут будет стрелять украфашисты укронацисты значит давай защищайся потому что тебя сейчас убьют и все и человека поставили перед фактом хотя ему не объясняли что война будет что мы тебе на войну отвезем и так далее но это специально было сделано для того чтобы не было массового дезертирства и вот среди таких вот вояк сраных оказалось довольно много но детей фактически вот мне 56 лет но для меня они уже внуки 18-19 лет это возраст моих внуков фактически то есть внуков для моего возраста есть людей постарше среди этих россиянских вояк среди этих рашистов там и по 30 летами и помоложе и постарше но так в основном где-то до 30 лет то есть молодняк под насобирали у которых мозгу в голове как у как у этого самого как у двух куриц вот и они не соображают у них там все мысли о том как где какую-то бабу найти трахнуть ее там 35 раз за ночь там ну кого сколько там здоровья хватает вот пожрать посрать поспать поссать основа бабу трахнуть пожрать поссать и так далее то есть вот такие вот примитивные мысли там ну и поразвлекаться там в ворону там выстрелить которая в воздухе летит каркает там или в грача черная такая большая птица она больше чем ворона ворона она поменьше размером вот эти врачи но на украинском овец и круг будет вот но на украинском языке эта птица называется круг врач на русском языке вот и в кота там выстрелить причем рыжий кот он же издалека издалека видит виден но у меня коты разные масти есть потому что тут и соседские коты приходят папами становятся будущих котят с моими кошками тут чуры муры крутят и в результате получается такая пестрая картина у меня черные коты если белые там и и рыженькие и разноцветные трехцветные полосатые не полосатые и серенькие и дымчатые вот много разных мастей и чужих котов мне тут подбрасывают вот у меня сейчас две чужие кошки живут подброшенные зимой вот одна такая черно-черная и с режиме такими вкраплениями рыжих шерстинок такая пушистая добрая хорошая такая кошка лохматка я ее называю она такая пушистая вот тишайшая такая вот умная взрослая такая кошкой она тут у меня всю зиму в доме жила вот нигде не гадила утром просилась во двор там пописать покакать вот мои коты ну так как она с ними еще боялась жить в этом домике я ее дом забрал чтобы она на морозах не не зимовала и тут соседский кот приходит ко мне кассирша тут сельсоветовская недалеко от моего двора живет через три дома не через два дома третий дом от меня вот такой черно-белый пушистый кот и его собака какая-то бездомная за шею укусила там такая рваная рваная страшная рана была на шее так эта кассирша своего кота не лечила на мороз его выгнала он с этой изъяющей раной на ящийся ходил так я его увидел он тут к моим кошкам пришел значит я его сразу в дом начал его там лечить давать с таким сухим кормом ну для котов я покупал ветеринарном киоске в селе сухой корм добавлял туда измельченную таблетку амоксила это антибиотик но маленький такой кусочек соответственно весу этого кота вот и каждый день утром и вечером и мазями там специальными смазывал линемент синтемицина это синтемициновая такая мазь но он такого молочного цвета как сметана закладывал в рану для того чтобы там загноение не было вот я вылечил этого кота долго это длилось это лечение но около месяца вот и код сейчас опять у меня каждый день во дворе крутится и и спит ночует опять же на этой же подушке под этим обогревателем инфракрасным ну вот на той же самой подушке где рыжик лежал вот и греется там потому что ночи холодная там 7 9 градусов мороза ночью днем конечно уже теплеет так что видите вот такие вот соседи которые своих котов дом не пускают и выбрасывают их 17 20 градные 20 градусные морозы на улицу и коты там где-то несчастная пытается найти место где бы им там зимой не замерзнуть там я видел котов с обмороженными ушами но это такие коты бездомные у которых хозяев нет и коты там как-то там где-то прятались и при таких сильных морозах у них краешки ушек обмерзали и в результате потом ушки уменьшаются в размере и видны вот эти следы от обмерзания ушей уж и в первую очередь обмерзают у котов потому что там мех короткий и уши никуда не спрячешь вот так что вот эти вот люди которые такие жестокие ну это ж твой кот но возьми его зимой пусти в дом пусть он там ну поставь там блоточек с песочком там или с опилками древесными или специальный такой покупка продается ветеринарном магазине субстрат для туалетов для кошачьих твой кот ты его как бы вот с детства растишь и кормишь его но пусть он зимой у тебя в доме там поночует на такие в такие морозы что ты его выгоняешь на мороз сама сидишь дома возле печки возле грубки греется и спишь под теплым одеялом там сама там или с мужем или с сожителями еще с кем-то но нас сожителем живет вот и кота этого выгоняет на улицу чтобы он 17 градусный 20 градусный мороз зимой мерз ну хорошо что я там позаботился о своих котах сделал такие вот им теплые домики этот обогреватель повесил кто не хочет сидеть в теплом домике значит на подушке сидит и сверху ему там тепло как солнышко светит круглосуточно от этого обогревателя тепло такое лучисто идет ну вот как возле костра сидишь там и та сторона которая лучами костра значит освещается получается что эта сторона теплая спина замерзает потому что с той стороны костра нет вот но я отклонился от тем мы очень мысль такая что животных по нагоняли с территории россии на территории украины которые никогда в селах асфальта своих деревнях своих этих вот ебенях российских никогда не видели асфальта никогда не видели брусчатку на дорогах всегда по земле ходили и там у них канавы от тракторов от техники такие что там никакая легковая машина не проедет потому что она клиренс имеет намного меньше чем у трактора там 40-40 там или т-80 или какой там трактор и у них ездит вот трактор еще может правил этим коли им проехать а легковая машина она там на брюхо сразу сядет и колеса не будет доставать до дна тех канал которым трактора ездят по этим коли вот такие дороги у них и когда они сюда вот приехали и увидели в селах и брусчатку и асфальт они были поражены и делали фотоснимки и слали там своим этим дыркам этим половым щелем со своим этим сожительницам там или женам и телефонных разговорах это было перехвачено через украинских операторов сотовой связи вот эти сообщения но исходящие на российский на российский телефонный номер о том что а ты знаешь а тут все лох асфальт с таким удивлением с таким с таким потрясением что как будто бы это какая-то особо невиданное чудо да у нас практически в каждом селе асфальт за исключением там отдельных каких-то небольших улиц может быть а может быть даже все село асфальтирована или брусчатка причем эта брусчатка она еще была положена еще при царе николая втором или до николая второго брусчатка это было полно положено представляете сколько лет эта брусчатка тут лежала и сколько по ней лошади ездили и вазы там и вазы не на резиновых колесах она вот этих вот деревянных и с таким металлическим ободом по наружу этого деревянного колеса сколько тут всяких грузов было перевезено и вот в этом году начиная с 24 февраля по этой брусчатки и танки ездят и все что угодно и гаубицы самоходные бтря так они эту брусчатку так испоганили так изломали что там от этой брусчатки уже ничего не осталось уже все там пропала дорога то есть сейчас сами вот эти вот российские и камазы там и другая техника и уралы на колесах таких вот больших резиновых огромных с протектором типа елочка там или с таким протектором как на внедорожниках но это специально так делают для машин высокой проходимости они уже сами по этим раздолбанным дорогам едут там где брусчатка была потому что идет так разбили так развалили так камни эти раскрошили танками там и всей этой техникой что там гранитные камни лежали больше сотни лет и ни один камень не повреждался он просто со временем стирался сверху а тут получилось так что и покрошили эти камни и развалили это все это поразглазилась это втопталась туда вот в песок ушло и так далее в общем дороге нет центре села всю дорогу раз у них уничтожили у меня есть видео которое я еще успел опубликовать до конца февраля месяца до 27 февраля там часть видео на русском языке а вторая часть там получается и на украинском языке рассказывал в русские пойму там о чем идет речь по первой части как дорогу а как асфальт в крошку превратили в селе вот а сейчас асфальта практически не осталось но есть некоторые места где они там меньше ездят а там где они часто часто ездят туда сюда обратно мотается в сторону чернигово через райцентр бывший райцентр репки и сюда обратно в село тут же же они табором стоят таким за селом под лесом вот у них как бы база здесь такая в наше село оккупированная это село находится около 60 километров до границы с россией и примерно такое же расстояние до границы с белоруссией и до чернигово километров 50 по дорогам но так по прямой километров 45 вот и тут у них как бы такой табор и тут они даже вот присмотрели себе бывшее здание не сказать точнее сказать так деревянное здание бывшие аптеки то есть аптека переехала в другое помещение но поменьше размером для того чтобы меньше за аренду платить и такое помещение которое централизованно отапливается от общей котельни а вот это деревянное здание большое такое она еще была построена наверное при царе вот и при бывшем помещике который здесь жил до 1917 года красивое такое историческое здание я его фотографировал и она на google картах есть есть там фотоснимки которые я вот сделал вот и они хотят там комбинга комендатуру сделать свою тут местную уже присмотрели это здание хотят сделать комендатуру и такие планы есть что нанимать будут среди местного населения полицаев для того чтобы эти полицаи тут муштровали вот этих местных жителей но не уверен на сто процентов что тут будет большое количество желающих полицаев но про одного человека на сто процентов уверен но его человеком трудно назвать тоже такой же как и эти расисты до сих пор живет советским паспортом украинский паспорт получать не хочет чего-то выжидает и значит вероятнее всего что он пойдет в полица этот сосед один местный ховря младший ворюга такой паскуда но в такой же как вот это вот вот так вот эта подлюка которая моего кота прострелила от ничего делать ради смеха ради развлечения вот такое же это существо этого вороватая вот этот ховря который как и его отец как его мамаша воровское кодло одно такое но бывает селах такие семейки вор на воре и вором погоняет значит и гордятся этими всем рассказывают где воровали что воровали и как воровали и гордятся тем что они на воровстве всю жизнь прожили и вот эти же расисты которые все живое убивают и грудные детей и новорожденных детей и матерей и беременных там и так далее и абсолютно никакого сожаления никаких человеческих угрызений совести ничего этого нет потому что совести нет и никогда не было и не будет вот таких созданий то есть живут как животные есть к сожалению так такое количество такой определенный процент человекообразных существ у которых человеческих качеств нет то есть да она похожа на человека но человеком не является сегодня с утра я ходил на местную фирму здесь есть в селе одна фирма где держит коров вот ну раньше здесь большой такой животноводческий комплекс был село было миллионником богатая такое зажиточное село вот значит и на этой фирме есть коров где держат коров и у этих коров получает молоко неважно там война не война все равно корову дает надо потому что если не в нее не подой не подоишь то у нее воспаляется вымя и в результате она получает мастит в общем там такое сильное воспаление и корова быстро может умереть поэтому корову нужно продолжать доить постепенно там как бы можно уменьшать искусственно создать такую ситуацию когда уменьшается значит количество удоя вот и в организме коровы вот организм чувствует что вот теленок меньше сосет то есть уже как бы травку начинает щипать и поэтому молока меньше выделяется и вот это молоко уже все меньше 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 выделяется теленок там уже и чуть-чуть пришел молочка пососал там из доек из этих из вы из вымя и в травку пощипал бегает там вокруг мамаши своей значит и постепенно корова перестает это молоко через время выделять и теленок и и уже не сосет ну а потом для того чтобы корова повторно начала давать молоко снова значит ее наспаривание к быку ведут она беременеет пока находит беременная и никто не дует вот а потом когда она рожает значит перед родами у нее там время опять разбухает большой становится там образуется такое очень жирное молоко там содержание жира не не 45 процентов 15-20 а может быть даже больше то есть очень жирное такое молоко это на первые дни кормления теленка то есть она настолько калорийная чтобы теленок прямо на глазах растет вот и к чему я расчет рассказываю насчет этого молока я ходил на эту фирму и тут поселок много людей туда кто на велосипедах ездит что пешком туда ходят но у меня сейчас велосипед сломанный спицы на заднем колесе поломались и я ждал когда потеплее для того чтобы ремонт этот сделать спицы у меня есть но когда были морозы я значит не рисковал там на морозе этим всем заниматься вот сейчас потеплеет и на днях я сделаю велосипед и тоже буду ездить вот я тут 14 тысяч километров или даже больше уже на ездим на велосипеде по всем этим дорогам по этим селам по по черниговской области но имеется ввиду вот в пределах этого района соседние районы много всяких разных поездок у меня было деловых таких в чернигов многократно ездил туда-обратно ну 120 136 километров зависимости от того куда там чернигове поехал так вот на этой ферме бесплатно раздают людям молоко бери сколько хочешь хоть бидон там на 50 литров вот и делай с ним что хочешь там хоть сыр делай там хоть творог там делай или свиньям его давайте или там сам его пей там или в общем что хочешь то и делай но главное чтоб так сказать она не пропала а то молоко которое не забрали которая там осталась на ферме но его выливает прямо на землю потому что молоковозы не ездят молоко не забирают на молокозаводы не везут и в города это молоко не доставляется молоко хорошая вкусная жирная я принес таких полутора литровых бутылках из-под минеральной воды миргородская минеральная вода и и всегда покупаю когда еду в поездку на велосипеде потому что она и вкусная приятно и хорошо жажду утоляет и восполняет потери влаги вот мне эти бутылки сохранились я в эти бутылки через воронку такую пластмассовую из бидона алюминиевого большого значит на кувшинчиком таким пластмассовым с остреньким носиком нацедил значит но по наливал туда вот в эти бутылки 10 с половиной литров молока я принес домой к там дал она еще теплое было пока его донес домой прохладно утром было в несколько градусов мороза но так как объем полтора литра он не сразу остывает 8 еще теплое было когда им давал вот и коты с удовольствием это молоко утром попили идем им давал и вечером и вот еще сейчас вечер еще четыре с половиной литра молока осталось и я сам несколько раз его пил очень хорошее молоко то есть видите получается такая ситуация что молоко это девать некуда и просто бесплатно его раздают местным жителям для того чтобы люди себе там и сами могли употреблять и как-то вот чтобы не было что кушать и значит как бы про запас то есть если сыр там или творог сделаешь но сваришь там этот сыр на вот есть несколько разных рецептов и можно его хранить длительное время там или холодильник в морозилку положить вот или хранить его так как вот парафин его там или у вас к его можно значит окунуть многократно ну как вот сыр эти твердые делают и на полку положить там при определенной температуре он хранится там четыре пять шесть месяцев и в результате такой твердый сыр получается здесь раньше в селе когда животноводческий комплекс был был даже сырный цех цех и сюда привозили молоко в этот сырный цех и делали очень вкусный такой шикарный сыр твердый который экспортировался за рубеж его на кубу даже отвозили и вообще он такой но дефицитный был то есть здесь его трудно было купить то есть его как экспортный продукт отправляли за рубеж но не только на куба и в другие там европейские страны там германию восточную это может быть венгрию вот или может быть там финляндию ну там где в северных районах там швецию там где холодно где коров трудновато содержать вот так что значит сельские жители конечно имеет преимущество в том смысле что видите и молоко бесплатно можно взять и значит хлеб здесь привозят из райцентра из той муки которая вот в местном сельскохозяйственном предприятии вырабатывается но она тут это предприятие и поля свои пшеницы засеивает и кукурузы и подсолнухом и другими культурами вот чернигове например запас продуктов он как бы ограничен потому что поставки идут с разных мест и на складах то что было постепенно через магазины это распродается новых поставок продуктов нет потому что чернигов окружен и туда проехать невозможно доставить какие-то или лекарства или новые продукты питания и чернигов сейчас получается так что отрезан вот электрическая система украины расшисты расстреляли высоковольтную линию электропередач мачта такая железная здоровенная высокая не знаю сколько там 500 киловольт там или 750 киловольт в общем такая вот мощная четыре провода идет три фазы и общий провод который вверху как громоотвод значит завалили эту мачту в общем по этой линии электричество не подается и чернигов только от своей т.д. сработает т.д. вырабатывает электричество и горячую воду создает вот но эту т.д. тоже бомбят ракетами которые вылетают со стороны россии и со стороны белоруссии и чернигов обстреливают и танками и гаубицами с разных сторон и большими пушками такими и танками там и зенитками и бтрами и бмп в общем все что может стрелять все стреляет и все это летит на чернигов там и людей убивает и и все постройки которые там если это разрушается люди которые живут чернигове но тут родственники местных жителей там или дети или внуки там или племянники там или другие какие-то родственники телефонная связь есть каким образом она получается в селе несколько точек есть в которых телефон на одно-два деления показывает мощность сигнала и это антенны ретрансляторы сотовой связи которые находятся в селах поближе к чернигову вот они сюда добивают достают своим сигналом 25 километров сотовая связь между вышками должна быть для того чтобы покрытие соответствующие сделать чтобы был достаточно уровень сигнала а местные вот эти вот антенны сотовой связи я ходил туда фотографировал они еще феврале месяце 27 февраля были расстреляны вот этими расшистами вот я выложу видео сейчас я не могу выкладывать видео потому что интернет оптоволоконный и проводной укртелекомовский и мобильный не не работает и доступа к интернету нет но я выложу видео я фотографии эти сделал соответствующими комментариями там видео будет по поводу того какие повреждения нанесли вот этой всей техники на самих антеннах и на этих в этих будках таких специальных которые находятся внизу возле антенны там вся эта техника вся эта аппаратура она была расстреляна сожжена уничтожена то есть там это надо полностью все менять одну мачту придется поменять от 2 мачта она более-менее сохранилась хотя тоже там прострелы есть на металле там есть повреждение на металлы но там позаваривать можно и мачту можно подремонтировать будет стоять а вторую придется там менять там одну ногу перебили она на трех ножка таких стоит но были близко расположенные ножки и растяжка сделана тросами один трост перебит такой мощный но в общем стреляли таким калибром но наверное миллиметров но 20-30 диаметре такие вот снаряды летели ну то есть из какого-то крупнокалиберного пулемета стреляли там такие дыры понаделали в самих этих будках и в металле на этих мачтах очень целенаправленно уничтожали это для того чтобы не было сотовой связи вот в общем чернигов сейчас обороняется противостоит этим расистам не сдается люди конечно там страдает потому что не в каждом доме есть электричество не в каждом доме есть отопление нет горячей воды нет холодной воды но общем люди конечно выкручиваются кто как может бомбоубежищах сидят потому что чернигов обстреливается практически круглосуточно вот начиная с самого утра вот как только тиражисты просрались утром пошли посрали поссали вот и начинается у них там покурили и начинается вот это заряжает снаряды в эти гаубицы в эти пушки в эти танки и начинается стрельба по чернигову и целый день сегодня пока я ходила на ферму вот эти десять с половиной литров молока принес потом я тут в доме был еду готовил для себя и для котов потом ходил в магазин там заранее пошел для того чтобы очередь занять чтобы мне там хлеба хватило и потом когда я там помогал из машины разгружать этот хлеб там раскладывал по ящикам и люди там другие мужчины носили эти ящики с хлебом магазин в общем слышны были отдаленные звуки от взрыва вот этих снарядов вот этих вот ракет все что там запускалась по чернигову она довольно гулка далеко распространяется и здесь так как нет поселом никаких предприятий но даже если бы они были они все по закрывались бы папа выключалась все и тишина такая что слышно как в 10-15 метрах комар летит и крылышками своими машет и как он пищит но сейчас комары еще не летает но за исключением вот этих вот снежных комариков вот когда еще снег лежал комарики летали там температура была 1-2 градуса тепла они откуда там вылезает и такой стайкой летают спариваются друг другом потом куда-то прячутся а потом ждут когда тепло появится откладывают яйца и потом с этих яиц личинки появляется и потом эти личинки растут и потом в комариков превращаются в общем есть такие насекомые которые при температуре 1-2 градуса тепла летают но вот эти так называемые снежные комарики я их многократно весной наблюдаю вот так что слышно этих комариков на большом расстоянии как они летают есть такая тишина вот городах такой тишины нет особенно там где транспорт ездит вот в киеве например у меня квартира на оболоне находится такой район ну по телевидению про него много раз рассказывали там со стороны выжгорода на оболонь расистская техника вошла и там обстрелы были жилых домов снарядами со стороны выжгорода выжгорода из других там место снаряды долетали и в дома попадали там и люди пострадали и квартиры там разбивала и дома эти там сильно разрушены были и техника вот это вот российская военные там и танки и бтр и были но их повыбивали там оболонь отбили от этих расистов не удалось им со стороны со стороны выжгорода это город такой районный выжгородский район такой есть не удалось им войти в киев вот 8 них оттуда повыбивали но если что там перестрелка была и все такое вот так что здесь в этой сельской местности тишина и очень далеко эти звуки хорошо слышны вот и есть кстати место здесь в селе даже не в селе а если к соседнему силу ехать и где-то километров значит четыре километра 4 до 44 с половиной километра от села поехать в сторону соседнего села которая в нашу же объединенных территориальную громаду входит то там такое возвышенное место есть и видно над деревьями на тут этими всеми полями огородами видно значит то место где чернигов находится то есть получается так что чернигов на возвышенности и вот это место на возвышенности на возвышенности это не горы это просто такие возвышенности возвышенности Ну, как бы такие, как бы холмы, но холмы такие очень просторные, вот, большие по площади. И все остальные вот территории, которые в сторону Чернигово, они получаются как бы в такой небольшой низине. И вот по прямой видно то место, где находится Чернигов. Но сами высотные здания Чернигово не видны, потому что они там за деревьями прячутся. Деревья довольно высокие и перекрывают. Ну, вечером, если стоять в этой точке, то света Чернигова вверх поднимается от уличных этих фонарей освещения, от жилых домов. И прекрасно видно то место, где это Чернигово находится. Ну, я со своего дома тоже, со своего двора вижу освещенное небо над Черниговом. Ну, хотя дома тут соседние, которые вот на этой улице находятся, и деревья, и деревья в лесополосах, перекрывают видимость. По сравнению с тем местом, про которое я только что рассказал. Вот 4 километра от моего села, в сторону соседнего села, в сторону Чернигова, как бы проехать на велосипеде. Я туда часто ездил. Там банкомат находится. Пока у нас тут в селе банкомата не было, я туда ездил, деньги в банкомате снимал. И то место я хорошо знаю, я видел и вечером ездил там, и бывало так, что и пешком ходил туда. Вот, так что сотовая связь оттуда добивает до некоторых точек у нас в селе. И люди связываются со своими родственниками. И эти родственники рассказывают, какая там ситуация в Чернигове. Вот, Чернигов сопротивляется, мужественно, героически обороняется. И я думаю, я надеюсь, и с вероятностью 99 и там 100 девяток после запятой, что Чернигов не сдаться этим расистам. И он останется свободным независимым городом в составе Украины. Тут же мысль какая у этого Карли Капу, чтобы создать еще Черниговскую народную республику. То есть Чернигов захватить. Значит, и вот эти вот села, которые сейчас в оккупации находятся, и вот эти городки, бывшие райцентры, это и Щерс, теперь это называется, Сновск, и Городня, и Репки, и другие бывшие районные центры. Сделать, значит, ну они сейчас вот эти города, которые я назвал, которые были раньше районными центрами, до укропнения, до вот этой реформы, они сейчас входят в Черниговский район Черниговской области. Вот, и вот это вот, из вот этой вот Черниговской области создать Черниговскую народную республику. Ну, по типу, как вот это вот Лугандон, вот этот вот, значит, Луганская народная республика и Донецкая народная республика, так называемая. То есть их фактически нет, это придуманное название, марионетки там российские все сидят, и входят еще руководители этих псевдореспублик в состав партии Единая Россия. Ну, то есть явно видно, что это россияне с россиянскими паспортами, и они там назначены руководителями этих, как бы, народных республик. А на самом деле там фашистский режим существует по отношению к тем украинцам, которые не смогли оттуда, с этих псевдореспублик уехать, убежать, и там люди мучаются, страдают, и мужчин там хватает на улицах. Вот, недавно было такое сообщение по украинскому радио в Луганской области, мужчина вышел, ну, он потом рассказывал, когда он в плен попал, вышел на улицу за хлебом, вот, идет по улице, его там хватают, арестовывают, тянут в машину, там, в бобик там, или уазик, или что там за машина такая ехала. И, значит, на сборный пункт в армию Луганской народной республики пойдешь воевать, и все, автомат в руки дали, там, приказ ему огласили, что ты теперь военно обязанный, значит, и тебя призвали на службу в армию, вот, и все. И человек с сумкой там, или с сеткой, или с чем он там ходил, с авоськой, с чем он там ходил за этим хлебом, назад не вернулся, и родные не знают, куда он пропал. Оказывается, его послали на территорию Украины, на свободные от этих расистов, от этих лугандонов, значит, Донбабве и Лугандон. То есть, Луганская народная республика это Лугандон, а Донецкая народная республика это Донбабве, псевдореспублики такие выдуманные, вот, послали их с этих территорий, оккупированных российскими войсками еще в 2014 году, на неоккупированную территорию Украины воевать против украинских граждан. Вот сейчас, пока я рассказывал про этот лугандон и Донбабве, громкий такой мощный взрыв произошел, я сейчас нахожусь в доме, у себя в таком деревянном доме, в старинном, ему больше 100 лет уже, слышно со стороны было Чернигова, очень громкий такой звук, выстрел, не выстрел, а грохот, возможно, это ракета, такая тяжелая, на полтонны, крылатая ракета, которая со стороны России запускается, тут до границы с Россией 60 километров, и я видел, как запуски делались, у меня есть одно аудиосообщение, видео туда нельзя было снимать, потому что это было поздно вечером, уже часов где-то в 21-30, это было, в общем, где-то в полдесятого или около десяти, стрельба шла этими ракетами с российской территории, запускали эти ракеты в разных направлениях, и в сторону Киева, и в сторону Чернигова, и в сторону Харькова, и в Сумы туда, и на Житомир, в общем, по разным городам это все решено, тело, потому что я видел, как эти ракеты взлетали, и видно было, что они не в одном направлении летят, а на фоне звездного неба, абсолютно чистое небо было тогда, летели вот эти ракеты по разным направлениям, причем они летели вначале вертикально вверх, вот, а потом они как бы ложатся на курс, вот, и занимают необходимую траекторию полета, ну, не совсем вертикально вверх, ну, так, под углом радусов 70, 75, 80, не 90 градусов, как в Зенит, допустим, смотреть вертикально вверх, а так, радусов 75, 80, вот в этом диапазоне, и видно было, как она на курс ложится, как она направление выбирает, я эти ракеты своими глазами сам наблюдал, вот, и слышал звуки от этих выстрелов, от этих запусков, вот, ну, 60 километров, я опять же скажу, что это не расстояние при такой тихой погоде и при отсутствии шумов от всяких автомобилей и промышленных предприятий, поэтому 60 километров для распространения звука это не расстояние, это в Киеве, там, значит, при густой застройке, при огромном количестве автотранспорта настолько много шума, что шумят и днем, и ночью эти машины ездят, и транзитные, и местные, и какие угодно, и там, на Абалоне, когда я жил, но ночью спать было очень трудно, потому что над водой, над Днепром, звук от московского моста, ну, раньше он так назывался, московский мост, потом его переименовали, значит, другое название ему дали, чтобы не фигурировало название Москва, после 2014 года это переименование было сделано, значит, с московского этого моста, шум от машин над рекой, над Днепром, там распространялся по всей Абалоне так, что слышно было там в каждом закоулке, что там за транспорт едет по этому московскому мосту, и спать было невозможно, а тут у меня в доме в селе тишина такая, что ночью, вот если бы сейчас не стреляли нигде, то я слышал бы, как там коты ходят и мяукают во дворе, там, у меня, или в соседнем дворе, вот такая здесь тишина, и такая здесь прекрасная погода, день сегодня был солнечный, теплый, абсолютно безоблачная погода, ночью был мороз, градуса 4, я когда выходил, где-то в половине 8 утра из дому, ну 20 минут 8 утра из дому я вышел, для того, чтобы к 8 часам успеть дойти туда на ферму молока набрать, ну и не к 8 пришел, я пришел позже, но молока я успел набрать, и после меня там люди еще на велосипедах приезжали, так что молоко там было, утреннее молоко, которое более жирное, которое более вкусное, чем то, которое днем доят, потому что утреннее молоко, оно за вечер, за ночь вырабатывается, а то, которое дневное, оно вот начиная от утра и до 3 часов дня вырабатывается, то есть оно получается, ну менее жирное, потому что меньше времени дается корове на то, чтобы она это молоко произвела, и чтобы его потом доильными аппаратами у нее из вымени выдаить, вот, в общем, жалко, конечно, что многие города и разбомбили, и люди там голодают, и эти рашисты паскудные, они дают зеленые коридоры для того, чтобы туда можно было продукты завезти, они это делают для того, чтобы создать такую ситуацию, что люди в отчаянии от безвыходности согласятся на то, чтобы на вот этих автобусах российских выехать на территорию этого Лугандона, то есть Луганской народной республики и Донецкой народной республики, так называемых, придуманных вот этих вот анклавов, этих образований, или в Россию, там в Ростовскую область, или куда-нибудь еще тут, ну, где тут Украина граничит с этими соседними областями российскими, и снять видео, что вот мы не просто так вот вошли на территорию Украины, а мы же вошли с миротворческой миссией, мы же как тут благодетели такие, спасаем от украфашистов, от украноцистов, от моего ржевого кота пушистого, который оказался в глазах этих подлюг, конченных украфашистами, украноцистом, спасаем этих украинцев, неважно на каком языке они говорят, на украинском там, или на суржике, или на помесе русского с украинским, или на русском языке, спасаем там от бендеровцев, от украфашистов, украноцистов, от бандеровцев, вот, и вот вывезли на территорию России, видео сняли, а потом бросили этих людей, то есть главное снять видео, показать его по каналам российского телевидения, там по радио, во всех этих средствах массовой информации, в газетах, все эти лживые репортажи запустить в эфир, опубликовать, чтобы дурачкам этим россиянским лапшу на уши навешать, а процентов 90-95, всю эту лапшу принимают за правду, уверят в то, что им там по зомбоящику, по телевизору говорят. Я вам скажу такую вещь, вот за 56 лет моей жизни, значит, ну я многим людям, которые меня слушают, и, значит, и в отцы гожусь, и в дедушки, а для некоторых я сверстник, а для некоторых я моложе, чем они, вот, ну, в общем, я скажу такую вещь, что бабам и России, ну, имеется в виду российскому правительству, россиянскому этому правительству, верить нельзя никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, потому что они врут, как дышат, и обманывают всегда, везде, и при любых обстоятельствах. Вот никогда не верьте бабе, потому что все, что говорит баба, это всегда на 100% ложь. То же самое касается и России. Все, что вам говорят по телевидению, по радио, в интернет-изданиях всяких, официальных, неофициальных, там, все вот эти опросы, все вот эти вот публикации в соцсетях, на сайтах и так далее, все это ложь, все это неправда, все это зомбирование, это ебельсовская пропаганда, все это выдумано, придумано, и все это извращено с точностью наоборот. Никаких у нас тут укрфашистов, укронацистов нет, никогда не было и не будет. Вот, и мой рыжий кот, он просто кот, а не какой-то там преступник, которого надо было шмалять этой пулей с автомата, и калечить его, что он стал парализованный на заднюю часть тела. Вот, так что, ну что тут говорить, в общем, вы поняли, что это банда под видом миротворческой операции, точечная, значит, как этот Путин объявил, что это спецоперация, специальная военная операция для точечного уничтожения военных объектов. То есть мой кот, оказывается, военный объект, пушистый рыжий кот, ярко такой рыжей расцветки, которого видно там за километр, невооруженным глазом на черной земле. Вот это военный объект, которого надо было прострелить. Так, ради смеха, ради хохма, чтобы поржать, что с автомата стрельнул, там из 20 пуль одна попала, и кот там упал, на бок завалила его этой пулей, и пуля прошла насквозь. С одной стороны, с правой стороны вошла, а с левой стороны вылетела наружу, и все. И кровь запеклась, конечно, там кровь текла, и шерсть вся эта в крови, вот, и на носу у него эта кровь выступала, и он хрипел там, и у него в легкие кровь попала, и в легких кровь у него есть. Но сейчас он тут лежит возле меня, тут я рассказываю это все, он ко мне прижался, и тут у меня на полу стоит такой инфракрасный электрический обогреватель, тепло идет, и кот греется возле этого обогревателя, и до меня тут тепло достает, и мне чуть-чуть ноги пригревает. Сейчас у меня в доме температура где-то градусов 13, на высоте полтора метра от пола, а возле пола там температура, ну, градусов, ну, 6-7-8, где-то в этих пределах. Но за счет того, что этот инфракрасный обогреватель дает свое тепло, греет, ну, получается, как возле костра сидишь, или как в лучах солнце греется. Даже весной, когда на улице мороз, на лавочке сядешь, и лавочка на солнце нагревается деревянная, если она темной краской окрашена. И если ты в темной одежде, вот как я сегодня ходил в магазин в темной такой одежде, то на солнышке там сидел, грелся, и с местными женщинами разговаривал, там обсуждали вот эти все, где что стрельнуло, где что упало, где что сбили и так далее. В общем, делились новостями, и то, что родственники, которые там в Чернигове живут, рассказали им. Вот, ну, в общем, делимся информацией, ну, сарафанное радио, так условно говоря. Я буду на этом заканчивать. В общем, идея понятна, что идет самая настоящая война, геноцид украинского народа, и не только людей, а геноцид всего живого, все, что движется. Где что шевельнулось, где там собака шевельнулась, где кот там шевельнулся, стреляет во все подряд. То есть это банда фашистов, рашистов, орков этих мордорских, россиянских, которые ради наслаждения, ради того, чтобы испытать садистские приятные эмоции, занимаются стрельбой по всему, что движется, по всему живому. Не все, конечно, такие, но, к сожалению, подавляющее большинство. Слава Украине, слава защитникам Украины, слава героям Украины, и слава всем здравомыслящим людям во всем мире, которые оказывают Украине огромную помощь и финансовую, экономическую, и военную, и политическую. И вот эти все санкции вводят для того, чтобы сломить этого врага, врага не только Украины, а сломить этого врага, который имеет зуб и на прибалтийские государства, Литово-Латвию-Эстонию, и на европейские государства, бывшие страны, которые входили в Варшавский договор, и, возможно, даже и на капиталистические страны, так называемые, бывшие, которые во время Советского Союза были, типа Финляндия, Швеция, Норвегия и так далее. То есть у Путина такие грандиозные планы, всю Европу захватить, как это было при Сталине, когда там третий интернационал хотел захватить всей этой коммунистической идеей, всю Европу. И слава Богу, что им это не удалось сделать, но у Путина сейчас, у этого карлика Пу, этой крысы бункерной, этого психопата, шизофреника и параноика, вот такие мысли в голове, потому что он из ума выжил, он невменяемый, неадекватный, как баба, которая решила развестись со своим мужем, и она камня на камне не оставит до тех пор, пока у мужа все не отожмет, пока его в кабалу алиментную не загонит, и его останет нищим, ободранным, голодным, без денег, без жилья, без имущества, и выгонит его на улицу, на теплотрассу, чтобы он там на теплотрассе доживал свои дни и сдох как можно быстрее. Но мы не позволим, Украина не позволит, народ у нас настолько сейчас сплотился, и такой патриотизм колоссальный, что мы выстоим в этой неравной войне и победим эту проклятую рашку, эту захватническую татаро-монгольскую орду, которая существует с момента создания московского княжества, ну не с самого момента, а чуть-чуть позже, когда там это московское княжество стало улусом золотой орды, когда татаро-монголы его захватили, вот с тех пор, значит, все татаро-монгольское, оно в этом московском княжестве хорошо прижилось, и культивация вот этих татаро-монгольских идей, и вот эти татаро-монгольские идей, этого российского фашизма, рашизма, идет уже многие сотни лет, и с каждым годом все хуже и хуже становится. И при Советском Союзе было то же самое, то есть вот всю пропаганду Советского Союза, если проанализировать высоты сегодняшних дней, многие люди понимают, что правды по телевидению, по радио и в газетах было сказано очень мало, то есть Советский Союз создавал такую видимость, что он воюет за мир во всем мире, и хочет, чтобы везде был мир, а на самом деле дело так, что в борьбе за мир камня на камне нигде не оставлял, то есть везде, куда Советский Союз влезал, в Афганистан, например, и так далее, там в другие страны, везде была война, разруха, уничтожение, ну Ангола, там Вьетнам, вот, в других войнах Советский Союз участвовал, там Венгрия, Чехословакия, там, ну в общем много там примеров можно посмотреть в истории Советского Союза, то есть он практически всегда воевал. Это вот нутро вот этого вот татаро-монгольского этого ига, этой татаро-монгольской крови, и она не исправится до тех пор, пока не будет эта паскудная Россия уничтожена, и не будет она разделена там на сотню мелких государств. Ростовская Народная Республика, Курская, Смоленская Народная Республика, Новгородская Народная Республика, Ленинградская Народная Республика, Московская Народная Республика, или пусть она там московским княжеством станется улусом Золотой Орды. Китай захватит все до Урала. Япония заберет себе Сахалины, Камчатку и Курильские острова. И Охотское море будет под контролем у Японии. И японцы будут там и рыбу ловить, и крабов там, и все что угодно. А Россия будет в пределах Московской области и будет изгоем всю оставшуюся историю до тех пор, пока человечество будет жить на земле. Желаю защитникам Украины, героям Украины и всем гражданам Украины богатырского здоровья, стойкости, мужества, удачи вам во всех делах. Благодарю всех людей, которые защищают Украину за ваш героический подвиг, за труд, за то, что вы и своим здоровьем жертвуете, и, к сожалению, своей жизнью во имя того, чтобы наша родина, Украина осталась свободным, независимым государством, и чтобы эти расисты не превратили свободную Украину опять на очередные 300 или 500 лет колонии своей, и чтобы мы не были рабами у этой расистской хунты. удачи вам, здоровья, до свидания, и до следующих выпусков моих сообщений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok